Так, ну, вот то, что на столе, это телефона. То есть телефонов тут прям, видите, да, безумное количество. Есть повторяшки и есть новые модели. Причем новые модели очень даже интересные. Помимо прочего, ну, достаточно большое количество осталось еще в сумках. Поэтому, ребят, я сейчас быстренько распакую телефоны, которые повторялись. Отложу их в сторонку, и мы начнем распаковывать интересности. Делать превью, не превью, анонс обзора новых моделей. И распаковывать интересные вещи, которые не являются телефонами. Поехали! Совсем беда на столе, совсем ничего не умещается. Зато у меня сейчас восстановятся пакетики, которых стало поменьше. Раз, два, три. Убрали. Забыли. Сейчас поедем дальше. Ну, вот очень интересный момент. У меня одна посылка вот с такими повреждениями была. И там в акте было написано о том, что с доступом к уважению и с изменением веса. Да, вес изменился на 100 с лишним грамм. И, ну, по понятным причинам я ее не стал распаковывать. Там телефон был украден. Здесь плюс-минус то же самое. Да, здесь плюс-минус то же самое. Вот мы видим, все оклеено почтовыми бумажками. Но изменений веса не было. Поэтому мне очень интересно, находится внутри телефон или же все-таки не находится. Давайте посмотрим. Да нет, все хорошо. Здесь нам повезло. Здесь Blackview A8 присутствует. Ну и ладушки. Ну и хорошо. Давайте все остальные A8 повскрываем. Вот наклейка только с него отклеилась. Закрываем остальные A8 следующим образом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Blackview A8. В дальний угол. Они не интересны. На них обзоры, ну как не интересны. Ну просто распаковка их не интересна. Обзорчики я на них позже сделаю. Можем мы понять, насколько они хороши по своим характеристикам. Пока пускай там лежат. Если они вдруг вам нужны, достаточно недорогой телефон, не вопрос, ссылка есть. Они всегда есть в наличии. По цене Алиэкспресс я вам их отправлю. Ну давайте опять мало интересного. Ну опять же открывать надо. А интересные вот они они, квадратные коробочки. К ним мы вернемся чуть позже. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Итак, семь. Это все, по-моему, да? Больше нету. Это Blackview E7. Их как раз семь. Там вот сошлось нечаянно. Нет? Мало. Сейчас, секунду. Восьмь. Девять. Девять E7. Достаточно удачная модель. Обзор я на нее делал. С удовольствием люди ее берут. Можете взять и вы. Цена на нее, насколько помню, 5000 рублей. Из-за того, что их у меня сейчас много, я могу вам сделать до конца февраля бесплатный пересыл. То есть, вот 5000 рублей бесплатный пересыл. Если надо, есть еще чехлы, флешки, ну и прочие вещи. Так, давайте посмотрим, что у нас есть еще. Места стало реально гораздо больше. Места стало реально гораздо больше. Давайте, наверное, откроем, наконец, интересные телефоны, которые... Которые я еще не... Так, ребят, блин, вот что-то мне вот эти вот два пакетика, что ли, мешают. Да нет, уберу я в одну сторону. Да и ладно. Давайте начнем вот с этого телефона. Достаточно интересная модель. Даже не то, чтобы достаточно интересная модель, а очень интересная модель. Мне она очень-очень-очень интересна. Я ее заказал. Квадратная коробка, но почему-то тут ее неправильно наклеили. А здесь у нас прячется BlackView R6. Что-то какой-то грязненький. И я смотрю, все-таки освещения нам немножко не хватает. Я смотрю, нам освещения немножко не хватает. По этой причине мы сделаем следующим образом. Мы прикроем эту коробочку и вернемся к распаковке, когда будет за окошком светло, то бишь завтра. И мы ее продолжим. Для вас это будет буквально через несколько секунд. Не прощаюсь. Смотрите, немножко подразгребся. Утро наступило, ребенок пошел гулять. Мы видим то, что немножко от вчерашних телефонов ушло, стало поменьше. И мы сможем сейчас поближе посмотреть, что такое BlackView R6. 3 гига оперативки. 32 гига встроенной памяти. Камера для себя 5 мегапикселей. И основная камера 13 мегапикселей. 5,5 диагональ. Full HD. IPS. 4 ядра Android. GPS от GPS. Что надо для полного счастья. Вот такая вот достаточно большая, немножко помявшаяся коробка. Но все это дело из-за того, что она приходит в таком виде. Вот он, сам телефон. Сейчас с него смахнем. Немножко грязи. Ну, вы знаете, он по внешнему виду очень сильно напоминает тот же самый A8, либо E7. То есть, там много чего не поменялось. Но реально динамик теперь выглядит вот таким образом. Камера, видно, изменилась. Кругляшок. И двухкомпонентная получается подсветка. Более предметно о телефоне, я думаю, я смогу вам показать в обзоре. Чуть попозже его будут делать. А пока посмотрим, что есть в наличии. В наличии у нас есть вот такие вот наушники. А что они у тебя такие поцарапанные пришли? Какие-то грязные. Белые наушники какие-то грязные. До ужаса. Вот такой вот кабель. Кабель у нас microUSB. Я думал, это переходник. Нет, это полноценный адаптер под нашу розетку. Сразу под европейскую. И вот здесь вот у нас прячется силиконовый бампер, дополнительная пленка. Инструкция в том числе и на русском языке. Что очень-очень-очень-очень хорошо. Нет, съемная крышка, как и раньше. Значит, по подробнее телефон, я думаю, ну вот сейчас закончится у меня обзор. ASUS Selfie, ASUS Pegasus, Xiaomi Mi Max, Xiaomi Redmi 3S, Blackview A8, Blackview A5, HOMTON HT17, HOMTON HT. Ну, в общем, ребят, да, скоро обзор на эту модель. Полноценный обзор будет, да, мы ее потестим. И плюс придет еще одна очень интересная моделька. Так, ну давайте я, наверное, открою еще одну. Ну, таким образом, как вот, как начало обзора. Остается мне только нож найти. Ножа у меня с собой нету. Я его убрал в куртку. Пойду за ним сейчас вернусь. Все, убираем это в кучу. И давайте, наверное, для понимания. Сейчас я ее разложу. Учитывая то, что здесь, видите, да, вот, накладывалось вообще вот такой вот горочкой. То есть вот такую вот кучку телефонов мы распаковали. Большое спасибо, что вы это выдержали. Теперь приступим к распаковыванию разных интересностей. Телефоны закончились, теперь пойдут интересности. Надо еще только докопаться. Раз. Вот это вот у нас улетела защита аккумуляторных батареек. Ну и простых в том числе. Мы ее сняли, демонтировали. Батареечку ставили назад. ЛР-44. Если интересно, заодно я вам положу ссылку на ЛР-44 батарейки. Ставили обратно. И пойду-ка я... В общем, сейчас вернусь. Итак, у нас штангель-циркуль. Цифровой. Хороший, классный. Давайте, например, узнаем, какой толщины у нас лезвия у данного ножа. Вот возникает вопрос следующий. Замерять надо вот таким вот образом. Видим, да, результат. 2,6. А либо замерять надо в этом месте. Видите, результат совершенно другой. Хотя они должны быть абсолютно одинаковыми. Давайте еще раз. Замерим вот так. 2,6. Возможно, он толще там начинает становиться. Ну, в любом случае, да. Очень полезная может оказаться штукенция. В некоторых случаях. Еще можно вот... Видите, вот этот хвостик замерять. Точно так же. Он выдвигается. И мы видим то, что цифры меняются. Можно обнулить. Можно выключить. Можно поменять миллиметры на инчи какие-то. Никто не помнит инчи. Что это такое? Если помните, напишите. Я не помню. Так. Да вполне, по-моему, полезная штукенция. Давайте дальше. Будем продолжать, как говорится. Так, это неизвестно, что такое. А вот, например. Ну, как-то пованивает, конечно, немножко, если честно. Ну, тут такая вот маска в итоге. Не знаю. Видно вам. Давайте я вот сейчас сфотографирую. И вот вам фото. Не знаю, буду я его добавлять или не буду. Но вот по внешнему виду вполне прикольно смотрится. Слышно, правда. Становится у меня хуже. Но в целом недорогая прикольная маска. Так. Давайте. Чего у нас там есть-то? Есть у нас вот такая вот штукенция. Я ее боюсь открывать ножом. Могу повредить. В принципе, вы, я подозреваю, видите. Все внутри просвечивается. Вот смотрите, даже пинцетик положил для того, чтобы все это дело приклеивать. Это просто клавиатура с русской раскладкой. А для чего это нужно? Ну вот, купили вы ноутбук из Китая. А там русского языка нет. Что делать? Ужас, печаль? Нет. Вы берете, покупаете вот такую недорогую клавиатуру. А либо берете вот такую. А у нее будет плюс какой? Она подсвечивается. Ну, а-ля фосфорной. То есть, вот, либо такой красный, либо вот такой зеленый цвет. В целом, очень даже. Насколько точно подходит к кнопкам, мешается, не мешается, ну, пока не скажу. Может быть, наклею. Смогу показать. Заходите. Вот. Вот знаете, а вот цветной, вот такую штукенцию не положили. Он, видимо, одну на покупателя кладет. Вот, жадный, жадный, жадный китаец. Заходите в группу ВКонтакте, да, если я наклею на ноутбук, то там будет фото и отзыв об этом и других товарах. Руки просто не всегда доходят. Поэтому вот, к сожалению, так происходит. Так, мизинчиковые батарейки хочет. Давайте сходим и принесем ему мизинчиковые батарейки. Маленький ребенок, это значит, всегда должны быть батарейки. Я пользуюсь аккумуляторными. Это гораздо выгоднее получается в итоге и правильнее. Так что, подцепить. Значит, можно подцепить, повесить. Да, там на карман, не на карман. Плюс, можно примагнитить. Видите, он достаточно хорошо примагничивается. Свой вес без проблем держит. А что тебе не хватает-то для полного счастья? Может, заряжена неплохо? Ух ты, как повыскакивает-то. Пойду другие принесу. Интересно называется. Девки пляшут по четыре штуки в ряд. Такое подозрение, что он все-таки баракованный. Так это или нет, мы узнаем чуть позже. Я поставил аккумуляторы на зарядку. И они подзарядятся. И мы вернемся к выяснению, работает он или не работает. Есть он баракованный, но, возможно, я покажу, как в этом случае открывается спор. Так, чего у нас тут есть-то? Когда-то, давным-давно, я пользовался духами туалетной водой. Возможно, тогда, я был еще и тем еще и разгильдяем, мне это было бы очень интересно. Сейчас, ну, не столь сильно. Давайте разберем, что это такое. В принципе, законное применение данной вещи заключается в следующем. Ну, вот вы купили, либо, возможно, вам подарили огромную такую бутылку туалетной воды. Хорошая, дорогая туалетная вода. Если вы ее положите себе... А вы девушка, например, да? Если вы ее положите себе в дамскую сумочку, ну, вы плечо себе осанку измените, все будет ужасно. А если вы, там, скажем, мужчина, там, юноша, там, молодой человек, ну, опять же, да, вы там куда-то идете, вам охота хорошо пахнуть. Не пережили в этот момент, либо, наоборот, ну, как будто это неотъемлемая часть ваша. Ну, вы же не возьмете с собой, там, большую бутылку. А если вы, там, ушли на неделю, там, и вот тусите обход по своим девчонкам делаете, да? То есть, ну, как бы, а пахнуть охота хорошо. Вы бежите вот такой флакончик и снимаете колпачок с туалетной воды, вставляете этот колпачок сюда и делаете вот так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Нажимаете. Здесь через прозрачное отверстие вы сможете видеть, как оно наполняется. Вы наполнили данный флакон своим любимым ароматом, закрыли, да, ну, такой вот аксессуар не особо большой, вполне может уместиться либо в кармане, либо, там, если вы девушка в сумке, все, да, ходите, достали, пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик, побрызгались, снова хорошо пахнете. Ну, если вы, там, рыгнули где-то на вечеринке, ну, я боюсь, эту туалетную воду не заглушишь. А второй вариант использования, да, ну, вот, зашли вы в магазин, и там пробник стоит, взяли с пробника, слили нужное вам количество, не особо большое, и пользуйтесь халявной туалетной водой. Ну, опять же, желательно предупредить сотрудников магазина, что вы это хотите сделать, они, скорее всего, наверное, вам даже не откажут, да, ну, обычно не отказывают в таких вещах, вещь копеечная, то есть, вот, для себя, если, да, вполне удобно, чем таскать большие тяжелые брызгалки, вам же главное пахнуть, или чтобы видели, да, там, что у вас за туалетная вода, вот, все, взяли, налили, пожалуйста, пользуйтесь. Так, что-то он там бумажку какую-то написал, не буду дать ее даже читать. Я ждал эту посылку, что это такое? Сейчас зачастую ноутбуки не поддерживают напрямую вход микрофона. Я взял микрофон, на компьютере мне его неудобно использовать, мне бы его использовать на ноутбуке, но на ноутбуке я его использовать не могу. По этой причине я взял разветвлитель, видите, сюда вставляется микрофон, сюда вставляются наушники, ну, отдельно существующие, да, и все это дело, прям вот, по кольцам видно, отдельно работает. Насколько это хорошо работает, ну, мы узнаем позже, я узнаю как минимум точно, вы, если зайдете в группу ВКонтакте, я наверняка о нем более подробный отзыв размещу. Ну, опять карта памяти микса, опять один маленький подарок, опять я его кого-нибудь положу. Вещь хорошая, товар у меня регулярный, если вы берете телефон, вам нужна карта памяти, да, ну, возьмите сразу с карты памяти. По цене Алиэкспресс я их точно так же, как и телефон, отдаю. Так, все это дело вы можете найти в группе ВКонтакте, ссылки есть в описании. О, интересная посылка, она пропала где-то у нас, были большие проблемы с доставкой, в итоге я открыл спор, я спор выиграл, и вот она пришла. Как говорится, халява, приди, халява, пришла. Коробочка, честно, какая-то стремная. Давайте посмотрим, что внутри. Так, вот такие вот у нас запасные вкладыши. Вы знаете, если бы не стремная коробочка, было бы, ну, наверное, совсем хорошо. Это закос под наушники Marshall. Вы знаете, вот по звуку, да, как будто вот они сделаны из, вырезаны из глиняного горшка. Значит, вот такой вот, ой, как это он, вот так вот, видно? Вот так вот. У нас, вот это левый, это правый. Насколько они похожи на Marshall, я вам не скажу. Да, я Marshall видел в магазине. Они стоили, по-моему, в районе 6 тысяч. Давайте попробуем померить. И включить музыку. Ну, знаете, достаточно громкие получаются у нас наушники. И настолько громкие, что даже было не слышно ничего. То есть, это вот чисто тушу, вот так орут. Уписайте, как это в бедных ушах, в ушных раковинах. Сидят, они нравятся мне как. Буковка M под Marshall тоже нравится. Ну, если вы наткнетесь на какого-то меломана, да, может быть, он, конечно, и скажет, что нет, это не настоящее, там, ты ходишь с репликой и так далее. Ну, зачастую. Вам что в первую очередь надо? Понты, а-ля у вас наушники за 6 тысяч. Или звук, и дешево. Звук, по-моему, ну, худо-бедно выдается неплохо. Цена, ну, насколько помню, они стоят 400 рублей. То есть, это, ну, абсолютно бюджетные наушники выходят. Помимо прочего, у них есть еще и микрофон. Вы можете их использовать как гарнитуру. Да, пойду сейчас супруге их дам, а то у нее наушнички поднавернулись. Ребенок их подзачекрыжил в итоге. Ну, вот у нее такие ушки, потому что, ну, не каждый подходит. А вот она даже с интересом пришла. Сейчас мы ей дадим посмотреть. Нет, не подходят они все-таки. Супруге, поэтому, ну, придется заказать ей другие. Вот те, которые были что-то там рублей за... По-моему, дорогие те были белые. Вот ребенок их достаточно быстро зачекрыжил. Ну, здесь видно, конечно, все-таки то, что качество написания не ахти. Но, в целом, наушники, по-моему, очень даже не вполне нравятся. Рекомендовать или нет, не скажу. Будут ли они регулярным товаром или нет, тоже, опять же, не скажу. Ну, ну, в целом, по-моему, очень даже неплохо. Отдам меломану послушать. Посмотрим, что он на них скажет. А может быть, даже и скажу на тебя. Из тебя отзыв. Напиши-ка мне отзыв о них. И вы в группе ВКонтакте сможете полноценнее об этом узнать. Человек такой замороченный. То есть, вот он прям вот по музыке и все, что с ней связано. Прям очень-очень-очень-очень. Так, пойду схожу, скоро вернусь. Но вы этого практически не заметите. Для вас все начнется, все продолжится мгновенно. Катастрофически ничего не успеваю. Сейчас принял тут. Соседи делали групповую, групповой заказ. С одной интересной конторки. Так, ну что, сдается мне то, что... Женской гениталией накрылась данная посылка, судя по повреждениям. А может быть, и нет. А может быть, и да. А может, и это дворник злой. А может, и не злой. Представляете? Живо, здорово. Так. Откроем это. И зададимся вопросом, как это туда вставить. Ну ладно, с камушками вроде разобрались. Тьфу. Повеселее стоять стало, да? Давайте попробуем. Как тебя поднятишь. Стало-то. Ну это же вот так вот не должно быть-то. Ну честно, ну то есть, вот как-то вот. Это неправильно. Как сделать так, чтобы оно стояло? Я подозреваю, нужен какой-то магнит. У вас нет, случайно, магнита? Магнит. Что нам с этим делать? Я подозреваю, нам с этим надо пойти к компьютеру. Включить компьютер. Поставить, ватнуть в USB-шку рядом. И посмотреть, как это будет выглядеть. Пойдемте. Итак, поставили мы все это дело на стол. На столе вроде как все это дело более-менее симпатично смотрится. На кнопочку можно использовать как подсветку. Но с проводами надо понять, как разобраться. Ну и, собственно говоря, включаем. Ну вот как-то вот. Вот так что-то происходит. Ребята, если честно, у продавца было два варианта. Первый вариант вот с этой пальмой и камушками. Второй вариант просто лампочка. Мое мнение, то что вариант просто лампочка будет более интересен, наверное. Да, потому что эти камни с данным фитилем, который забирает воду для того, чтобы ее испарять. Ну, абсолютно ни к чему. Понятное дело, что это не какой-нибудь там бытовой там или не для комнаты вообще в целом. Да, то есть там большую комнату он увлажнить не сможет. Но вот рядом с вашим там рабочим местом ватнуть его в USB-шечку. Да, то есть, ну, в принципе, почему и нет. Я не знаю, правда, зачем это надо увлажнять. Но, наверное, это полезно. В общем, если вам увлажнитель нужен, я рекомендую вот посмотреть ту версию, которая без камушек. Без камушков и без пальмы. Потому что, ну, в принципе, декоративность как-то вот пропадает. Так в целом все работает, все хорошо. Хотя почта очень сильно старалась все-таки, чтобы это испортилось. Но у нее не получилось. Вот примерно так все это дело выглядит. Пойдемте дальше распаковывать. Ребята, вы будете смеяться. Я сейчас распаковал упаковку, полностью будучи уверенным, что вы смотрите. Идет запись, и вы, соответственно, смотрите. На самом деле, запись не шла. Руки к руки. Короче, вот такая вот ерунда в розничной упаковке была. Внутри вот такой вот валик. Да, что ж такое. Сейчас я верну все это дело назад. И саново покажу, что он из себя представляет. То есть мы берем нужное количество, отматываем. Вот так вот легко отрываем. Пишем, что надо. И делаем какие-то пометки. Абсолютно без проблем, без каких-либо там повреждений. Все это дело потом отклеивается. Вещь достаточно удобная. Стоит каких-то земных денег. Не знаю, вот есть ли запасные такие надевалки, бобины. В принципе, мало чем отличается от малярного скотча. Если вам нужно там что-то совсем колхозное колхозить, то, наверное, малярный скотч будет гораздо дешевле. Если что-то серьезное, то, видимо, вот такую штукенцию надо будет использовать. Сейчас я быстренько закрашу. Некоторые посылки оказались не закрашены. Меня могут спросить там, а зачем ты это делаешь? Да, ребят? Ну, простой вот ответ. У меня пачками лезут ко мне во ВКонтакте в друзья. Зачем я вам в друзья? Вы меня не знаете. Что вы хотите? Вы думаете, что у меня там какое-нибудь там хом-видео, которое там открывается только для друзей? Вы его хотите посмотреть или что? Не помню, на какой телефон стекла. В принципе, там у продавца есть на много разных разнообразных моделей айрвиловские стекла с розничной упаковкой в полном комплекте, совсем необходимым для монтажа. Очень похоже, что это для Blackview E7, судя по всему, по вот этому вырезу. Прикольные стекла, выходят там абсолютно земных денег. Я их регулярно заказываю, поэтому если вот вы заказываете у меня телефон, да, и говорим про дешевое стекло, скорее всего, дешевое стекло будет именно вот такое. Значит, это двухкомпонентная броня, то есть вот эта вот часть у нас мягенькая, а здесь немножко, да, амортизирующая мягенькая. Оп, да, мы сможем поставить, посмотреть. Да, что-то назад ты не закрываешься теперь. Все, я посмотрел, закройся назад. Нет, не хочу, говорит, я закрываться назад. Как так? Еще раз, да? Оп, и назад. Нет, не хочу. Да что ж такое? Вот так вот она закрылась. Вырезы под камеру, качество, пластик ничего не воняет, все симпатично, все хорошо, телефон особо толще не станет, цвет прикольный, задумка прикольная, денег стоит каких-то разумных. Это еще раз для Meizu у 10-го. Надеюсь, они станут у меня регулярными товарами, может быть, даже как-нибудь померю этот чехольчик. Так, что у нас еще осталось? Тоже надо аккуратненько вот это открыть. Если вы автолюбитель и у вас маленький ребенок, у вас в обязательном порядке должно быть... А кресло детское, у меня пока ребенок умещается, младший, в крепления там изи-фикс, там, ну и так далее, и тому подобное. При этом он заднюю сидушку очень сильно ножками прям вот пачкать. Я вроде как-то спокойно на это смотрю, с другой стороны это абсолютно, ну, не нужно. Поэтому вот я заказал такой прозрачный защитный чехол на заднюю сидушку. Не совсем понимаю, как вот этот карабинчик в итоге должен за что-то цепляться. Наверное, друг за дружку он цепляется. Да, друг за дружку он цепляется. Запах, я подозреваю, надо будет ему повыветриваться какое-то время на балконе. И после чего я смогу его нацепить на машину, сделать там фотографии и там оставить о нем какой-то отзыв. Разместить его в группе ВКонтакте. Вы же подписчик моей группы, значит, вы этот отзыв увидите. Так, а нет, смотрите-ка, да, тут еще есть, еще есть, еще две упаковки. Две упаковки. Вот это, кстати, прибежало в итоге ко мне курьером, что интересно. Здесь маска овчарки. Ну, такая вот маска. С такими достаточно реалистичными глазами. Ну, и вообще, в целом, по-моему, очень даже пованивает немножко. Попробую сейчас все это дело включить, если получится. Блин, ребят, вот немножко, конечно, сложновато в ней дышать, но ее реалистичность просто зашкаливает. Вот, знаете, вот здесь вот маска лошадь, да, а здесь получается вот такая вот маска овчарка. Я подозреваю, чуть попозже я сделаю еще какие-то фотографии, и мы сможем их добавить. Маска просто огонь. Ну, стоит, правда, что-то как-то приличных денег. Видно внутри хреновасенько, скажу честно, то есть вот либо через ноздри, либо через вот здесь маленькие дырочки, но вот зато реалистичность просто зашкаливает. Так, вот только вот я сказал на коля, да, там ко мне в друзьях, ко мне какой-то там еще человечек в друзьях стучится. Так, давайте обнулим. И посмотрим на вот эту вот бедную упаковку. То есть вот прям вот, давайте все это дело поубираем отсюда. В общем, упаковке досталось по самой не балуйся. Упаковке досталось по самой не балуйся. То есть вот прям вот, короче, сильно-то ей досталось. Вообще, изначально продавец, молодец, продавец постарался. Он завернул в огромную килогрейку, но при этом большой вопрос насчет, вот были повреждения или нет. Потому что видите, прям вот, да, я не знаю, что вообще с ней там делали с этой посылкой. Продавцу вроде как претензий, что там плохо паковал, нету, но вот на почте досталось именно так. На почте досталось именно так. В точности у нас, видите, да, покоцалось раз. Здесь вроде все нормуль. Здесь вроде тоже все нормуль. Баночки, мы видим, досталось. Досталось серьезно. Здесь опять же все нормуль. Что это такое? Это П-90. Так, слушайте, а что-то я догнать не могу. А что-то как-то не короткое ли у вас дуло, собственно говоря. То ли я идиот, то ли лыжи не едут. Нет, дуло однозначно короткое. Это вот прям вот... К гадалке не ходи. Потому что глушитель должен надеваться на дуло. Вот дуло нет. Пока давайте посмотрим, что у нас есть. Ну, я вот этим видео открытие как бы начал. Не знаю. Дальше, скорее всего, я сделаю полноценный обзор. На этот пулемет. Пище. Бах. Это у нас, видите, предохранитель. Нет, все прикольно, все хорошо. Основной вопрос, да, это вот здесь вот покоцалось. Сверху покоцалось и отсутствует дуло. Видимо, собственно говоря, придется с продавцом немножечко поспорить. В остальном, что у нас здесь есть? У нас здесь есть ремень с простенькими карабинчиками. Есть некий запас патронов. Да, то есть в нашем случае используется, ну, обычный шарик Orbis. Они же гидрогель. Они же гидрогель. И у нас вот такая вот зарядка. Осталось понять, где тебя заряжать. Зачем вот эта часть нужна, если шарики падают только здесь? Да, то есть вот сверху мы открыли. Засыпали шарики. И сюда, сюда они попасть, по идее, не могут вообще. Смотрите, ребят. Делается следующим образом. Сюда дополнительно засыпаются шары, сдвинув вот эту часть. И вместительность бункера существенно возрастает. Да, то есть потом можно их обратно, жух, высыпать. Закрыть заслоночку. И с этой заслоночки они туда будут падать. Скорострельность у этой шайтан-машины должна быть большая. Опять же, да, нажимаем вот здесь вот сзади. У нас этот бункер вылезает. Вот что он из себя представляет. При выстреле, судя по всему, шарик туда выпадает. Да. Вещь прикольная, вещь классная. Единственное, не хватает дула. Я подозреваю, он достоин отдельного обзора. И еще бы понять, как тебя заряжать. Видите, вот здесь должен быть саморез. А он отсутствует. То есть, да, вот. По идее, так быть не должно. Мы все это дело открываем. И что мы там видим? Видим мы там вот такой вот аккумулятор. Мы выставляем обратно. И давайте все это дело соединим. Такую скорострельность приблизительно он имеет. Более точно, насколько хорошо он работает, я подозреваю, смогу вам сделать в отдельном видео. А также оставить свои отзывы об этом всем деле в группе ВКонтакте. У меня теперь есть П-90 великолепной расцветки. Думаете, я не забыл про то, работает или нет. Значит, вот зарядил я специально под это дело батарейки. Вот. Так, вот как-то вот. Ну, смотрите, что-то я там щелкнул в итоге. И он теперь работает постоянно. А до этого категорически не хотел. Поэтому, в принципе, рабочий фонарик. Светит ярко. Вещь прикольная. Да. Не получится поспорить. Поспорим на чем-нибудь другом. Ну и покажем вам, как выглядит спор, победа и возврата в нем. Значит, ребят, буду выяснять, чего там с дулом правильно-неправильно. Следите за развитием ситуации. Буду держать вас в курсе. Да, делать буду новые обзоры на тесты, на телефоны. Идут интересные, разные, разнообразные посылки. Поэтому, понравилось. Подписывайтесь на канал. Следите за свежими видео. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Ну и до скорых встреч. Всем всего. С вами был я, Михаил. Канал Картавый Блогер. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok